В массовом сознании, мне кажется, особенно у тех, кто давно не перечитывал Дун Кихота, кто такой Дун Кихот? Полоумный, борется с ветерными мельницами. Ну вот мы говорим, Дун Кихотство, какое-то такое напрасное геройство ни к чему не ведущее. А в вашем читательском опыте Дун Кихот это кто? Вот он кто? Он ближе к кому? Все-таки к сумасшедшему или к святому? Ну вот с Дун Кихотом мы давно очень знакомы, и это как раз книга из школьной моей жизни и из разговоров с Дядей Славой. Более того, даже мой первый экземпляр Дун Кихота, он мне вот мой первый учитель подарил. И там даже его пометки, по-моему, оставались. И я это помню еще вот со всем школьных лет, фразу Дяди Славы, что всякий раз, когда я перечитывал Дун Кихота, я понимал, насколько я глупее этой книги. И этого для меня, вот поверьте, в тот момент с моим сохранившимся пиететом к учителю, этого было более чем достаточно, чтобы раз и навсегда решить, что вот все понятно, Дун Кихот, все понятно. А дальше вот знакомство, чтение, конечно, я там многого, наверное, не видел, не замечал. Вот, хотя было сразу понятно, что вот есть первый том, есть второй, и герой как-то очень сильно меняется. И вот этот, не понимая, что он вроде как же, он хочет как лучше, получается ужасно. И что это, и почему это, вот, то есть самые простые вопросы, они никуда не деваются. Потом вот в институтское время я фиксировался на каких-то вот отдельных эпизодах, которые я тоже до сих пор помню. Я вот, что-то они мне все время приходили в голову, и мне казалось, что вот здесь же все понятно, если вам не понятно, зачем вам это объяснять. Он, например, когда Дун Кихот со львом собирается драться там, и кто-то говорит, он в клетке там сидит лев, и кто-то Санчо говорит, что-то вы хозяин, безумен, что-то, он говорит, он не безумен, он дерзновенен. Я думаю, вот, вот все, вот Санчо все про Дун Кихота сказал, а он дерзновенен, значит, он дерзновение, это, ну, вот. Потом у меня наступил период такой любви и продолжающийся сейчас к Санчо, мне кажется, он вообще, вот. А если кто-то такой Дун Кихот, да вот, наверное, я даже сейчас не скажу, наверное, не скажу, кто, потому что он какой-то, вот, если, опять же, вспомнить то, что часто повторяет Юрий Павлович, что в искусстве главное парадокс, вот это такой сгусток парадокса, вот по парадоксальности, при всей цельности, Дун Кихот, он, конечно, ну, легко заткнет за пояс. Может быть, даже всех братьев Карамазовых вместе взятых в каком-то смысле, при том, что, наверное, они где-то тоньше прописаны, там, детальнее и сложнее, там, и там вот это, то, что мы иногда называем уже достоевщиной вот этого, наверное, усерванта. То есть, наверное, усерванта этого точно нет, на мой взгляд, но то, что это человек, который, в котором сочетается какая-то наивность, граничащая, пардон, иногда с идиотизмом, с глубиной чуть ли не пастырского наставления, например, отправляющимся руководителем островом Санчо Панси, и это какое-то такое, ну, просто вот отдельно публикуй и раздавай всем, так сказать. Или, знаете, какие-то потрясающие, афористичные, тонкие, острые выражения, да, когда там кто-то пытается ударить на разбойника, у которого руки связаны, на отсмоточке, или что, потому что разбойник что-то такое сказал дерзкое. Он говорит, ну, ничего, если у человека со связанными руками чуть развязан язык, да, это же, вот одна такая фраза, она стоит некоторых сотен страниц, мне кажется, вот, ну, вот такой, ну, при этом для меня, конечно, Дан Кихот такой грустный. Мне всякий раз, знаете, мне всякий раз грустно от его прозрения в конце, вот когда он, что я Алан Сакихан, и мне, ну, подожди, ну, подожди, зачем? Надо, это просто эпилог, это, да, хотя, видите, нам расскажешь, что это вот самое главное, и отказ вот от, и еще, знаете, тоже очень странно, я понимаю, что это, наверное, так и есть, но я вот тут слушал лекции, какие-то у нас в Фоме были, не какие-то, у нас слушал лекции в Фоме, которые были по Дон Кихоту, и там вот объясняется, почему Дон Кихот ренессансный герой. Я понимаю, что это так, но вот на каком-то субъективном уровне понимания там героев, ренессанса и прочего, я говорю, нет, нет, он другой. А почему не ренессансный? Что значит ренессансный герой? я понимаю почему как мне кажется понимаю почему что да естественно ренессанс что он ну потому что он точно не средневековый потому что собственно те романы которые он читает улицовский это не средневековые романы это важный момент это уже вот над написанные на переломе но все-таки любая попытка классификации что такое ренессанс да это вот понятие которое мы так сказать пытаемся как-то обозначить все время миллион оговорок да вот есть там северное а можно ли вообще северное возрождение назвать возрождением но уж так привыкли ладно уж будем называть для меня просто дун кихота он дун кихота ренессансный герой ренессанс не трогать дун кихота